Крупные балаковские промышленные предприятия, которым никак нельзя останавливать процесс и снижать производственные показатели, сегодня работают в особом режиме, максимально создавая безопасные условия для своих сотрудников. Приняты серьёзные меры и в балаковском филиале АО «Апатит». Мы связались с директором завода и узнали, что делается для обеспечения безопасности работников. Соблюдая режим самоизоляции и избегая лишних контактов, мы пообщались с руководителем в режиме онлайн-конференции. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, как вы обеспечиваете безопасность сотрудников на предприятии? То есть весь автобусный транспорт, который у нас задействован в перевозке, персонал у нас оборудован диспенсерами для дезинфекции рук. Мы, будем так говорить, разрядили количество работников, пассажиров, которые едут в автобусе за счёт увеличения количества автобусного парка. Производится замер температуры работников на входе на предприятие. Все люди обеспечены масками и обязаны мы это требуем, чтобы они перемещались по территории предприятия в автобусе, находились в масках. Ограничили мы въезд в том числе и транспорта к нам на площадку. Обратились к людям, но и для того, чтобы они максимально использовали для проезда на завод именно личный транспорт. В дополнение к этому мы ещё вводим этим работникам доплату за его использование. Сейчас потрясаемые основные моменты. Есть у меня, конечно, вопрос, как это доплачивается, но я думаю, что мы на все вопросы ответим, никого не обидим, никто не останется в стороне. Дорогу частично перекрыли, и сюда пропускаем только транспорт, который едет именно под нужды Балаковского филиала, за удавлениями, наши работники, которые сюда приезжают, дабы исключить появление здесь посторонних лиц. Слышали, что рядом с предприятием установят специальное оборудование для дезинфекции грузовозов. Для чего это делается? Весь ли транспорт, который едет по дороге мимо предприятия, будет проходить процедуру мойки? Или только тот, который заезжает на территорию завода? Площадка действительно такая у нас организована. Сегодня мы заканчиваем полностью её оборудование. И с завтрашнего дня весь транспорт, который заезжает в периметр предприятия, это грузовой транспорт, при необходимости легкового именно через проходные, будет обрабатываться дезинфицирующим устройством. Я полностью уверен и уже знаю, что многие об этом говорят, что находясь здесь, на предприятии, люди находятся в большей безопасности, чем находятся в городе. Балаковский филиал АО «Апатит» никогда не оставался в стороне от решения важных городских вопросов. Расскажите, какую помощь оказывает предприятие городу в эти непростые дни? У нас всегда были тесные взаимоотношения с местной властью, с администрацией, с другими предприятиями для решения различных вопросов. В этой ситуации также мы объединились и оказываем всяческое содействие друг другу. В частности, для Балаковского филиала, для администрации, для наших поликлиник организовал передачу 5000 масок. Сейчас готовим комплектацию также так называемыми противочумными костюмами, перчатками. Понимаем, что сейчас острый дефицит, и зачастую наши поликлиники просто не могут этого себе просто найти. Не то, что позволить, а найти, потому что на рынке этого просто, к сожалению, нет. Мы подключаем все возможные административные ресурсы, в том числе московские, наше подразделение. Также в рамках этой подготовки мы закупили 200 тестов для проведения анализа на коронавирус. Выделили средства в размере более 3 миллионов рублей для того, чтобы Балаковская районная поликлиника закупила необходимую оборону. И сейчас ведется проработка по его закупке для проведения этих тестов здесь, в Балаково, чтобы не возить в Саратов или в Москву. На баннерах по всему городу появилась социальная реклама, которая рассказывает о профилактике коронавируса. Логотип ФосАгро на этих баннерах показывает, что спонсор этой акции – ваше предприятие. Вы закупаете тесты для определения инфекции, выступаете за закрытие города. Расскажите, почему завод столько внимания уделяет данной проблеме. Социальная реклама всегда была тоже таким определенным очагом, которым можно донести до каждого жителя, что это новые условия, что как-то надо приспосабливаться. Мы прекрасно понимаем, что если мы максимально оградим не только наших работ, а и оградим горожан, жителей города от этих негативных влияний, воздействий, то, соответственно, и в городе будет легче, и нашим предприятиям будет проще. Изменения в трудовом режиме коллектив предприятия воспринял стоически. Все понимают, что эти меры вынуждены, и именно они помогают противостоять коронавирусу. Профилактическая работа, которая призвана помешать распространению новой инфекции, проводится на всех крупных промышленных предприятиях города. И благодаря этому в Балакове обстановка благополучная. По крайней мере, по данным на 8 апреля не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.